Гречневая каша, да с потрошками, да с чесночком, сказка! Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня речь пойдет о каше, о гречневой. На самом деле, именно гречка здесь не столь важна, здесь важен больше принцип приготовления. Я имею в виду, что каша будет готовиться в духовке очень долго, и регулированием температуры я буду добиваться имитации режимов русской печи. Огромное количество блюд русской кухни готовилось именно в русской печи, причем метода приготовления использовалась достаточно стандартная. Пройдем на рабочее место и приступим. Вот у меня куриные потрошки, здесь только желудки. Хорошо бы подошли еще и сердца, но их нет, а вот куриная печень в сегодняшнем варианте совсем лишняя. Загружу в горшок и потрошки, и подготовленную гречку. Что значит подготовленную? Сейчас поясню. Вы, конечно же, можете упростить себе жизнь, не заморачиваться такой подготовкой, но во вкусе ощутимо потеряете. Горшок надо хорошенько запечатать тестом. Точно так, как я делал это вот в этом ролике. И состав теста такой же. Так что, если пропустили, то щелкайте и смотрите. Ну или заглядывайте в описании видео, ссылка там будет. А я, из уважения к вам, мои постоянные зрители, не буду вторично показывать замес теста. В ролике по ссылке вы его уже видели, так что ж одно и то же по сто раз переснимать, верно? Ну, вот так, наверное, нормально будет. Так вот, касательно режима в готовке. Горшок в печь отправляли тогда, когда огонь в ней уже погас, и оставались только мелкие угольки. На всю ночь. Печь медленно остывала, а продукты в горшке очень медленно парились. Вот в таком виде и уберу в духовку. Сейчас температура в печи 150 градусов. Примерно через полтора часа я убавлю температуру в духовке примерно до 110-120 градусов. Но, если вы будете готовить такую кашу в чугунке, помните, что теплопроводность металла гораздо выше, чем теплопроводность глины. Поэтому вам нужно будет убавлять температуру примерно через час. Всего каше нужно будет париться таким вот образом хотя бы 3 часа. Но, если у вас духовка электрическая, и не страшно ставить ее без присмотра, я бы вам посоветовал оставить кашу часов на 7-8 на всю ночь. Только температуру, конечно, после вот начала готовки, примерно через полтора часа, нужно будет понизить до 70-80 градусов в этом случае. Результат будет с ног сшибательный. Однако, я вам обещал, что значит подготовить гречку. Смотрите. Итак, подготовка гречки. Делать это можно заблаговременно, и хранить такую вот подготовленную гречку можно в хорошо закупоренных банках. Хотя, если вы приготовите кашу так, как я завтра вам покажу, долго у вас гречка не сохранится. В миг все приготовите. Подготовка проста. На стакан гречки понадобится одно куриное яйцо. Разболтаю его венчиком. Гречку надо, конечно же, перебрать, чтобы не попадались мелкие камушки и всякий ссор. А теперь смешиваю гречку и разболтанное яйцо. Хорошо перемешиваю. А теперь крупу надо хорошенько высушить в духовке. Высыпаю тонким слоем на противень, разравниваю и сушится. При температуре 100-120 градусов. Если есть режим конвекции, смело включайте. Время сушки зависит от самой крупы. Если она у вас и без того была хорошенько просушена, то полчаса, 40 минут и все будет готово. Ну вот, смотрите, какая она красивая да блестящая стала. Вот такая вот крупа после готовки по принципам русской печи будет как пуховая. Не поленитесь. Попробуйте ее так подготовить. Полтора часа прошло. Я только что убавил температуру в духовке до 110 градусов. Встретимся еще через полчаса, через час. Час прошел. Как вы понимаете, сегодня готовлю кашу по... назовем его скоростному методу, то есть за три часа. Ну, не снимать же этот ролик в течение всей ночи, верно? Займусь подготовкой заправки для каши. Сначала лук. Нарезай его мелкими кубиками. Не надо его резать кольцами, полукольцами или соломкой. Почему? Смотрите сюда. И не повторяйте показанных там ошибок. Обжаривать его надо на сливочном масле. Оно даст дополнительную сладость. А лук мы добавляем как раз-таки ради луковых сахаров, которые сейчас начнут карамелизовываться. Только не сожгите. А пока лук обжаривается, отварю яйцо. Его надо варить вкрутую. Это займет 7 минут. Ну и последний день заправки. Самый важный. Чеснок. Он в этой каше обязателен. Крайне обязателен. Даже не пытайтесь есть эту кашу без чеснока. Половину удовольствия лишитесь. Честно-честно. Однако, что там с луком? С луком все отлично. Выключаю нагрев. Яйцо тоже сварилось. Отправлю его в холодную воду. И подожду, пока остынет. Увидел тут в интернете интересный способ быстрой очистки вареных яиц. Хочу попробовать. Так. Что тут у нас? Слушайте. Отличный метод. А теперь надо нарубить не очень мелкими кубиками. Или не совсем кубиками. В общем, кусочками. Размер подбирайте на свой вкус. Собственно, все подготовил. Пора доставать кашу из духовки. Я уже голодный, как студент в полночь в общаге. Ну что, вскрываю. Сейчас как шваркнет ароматным паром из-под крышки. Вау. Обалдеть. Быстрее надо заложить все добавки. И скорее за стол, а то желудок уже сам себя переваривает. Лук, яйцо и чеснок. И перемешать. И попробовать на соль. Солью все в порядке. Немного петрушки для красоты. Можно приступать. Вы не представляете. Если вы никогда это не пробовали, вы просто не представляете, насколько она ароматная. И насколько она вкусная. Это просто восторг. Дайте мне утащить кусочек куриного желудочка. Нежнейшая, буквально воздушная, как пена. Каша пронизана ароматами мяса. Сладость лука. Чеснок дает такую хорошую, очень яркую нотку. Это супер. Наши предки понимали толк еде. Попробуйте такое приготовить. И вряд ли вы после этого когда-нибудь захотите еще есть так называемые быстро каши. Спасибо за компанию. Всем пока. Пока. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова